Огурцы, зелень, редис, вареная колбаса или отварное мясо. Все это стандартные ингредиенты для приготовления окрошки. Обычно ее готовят на основе кваса, минеральной воды или кефира. А что будет, если в окрошку добавить рыбу? Я ее подготовил уже. Здесь у нас головы, хвосты и прочие остатки. Здесь филе, которое нам тоже пригодится. Огурцы двух видов. Обычные и малосольные. Редис можно заменить на редьку. В классическом рецепте была редька. Огуречный рассол, лук, яйца отварные и зелень. Чем больше, тем лучше. Окрошка без зелени не бывает. Название блюда происходит от слова «крошить». Овощи мелко нарезаются и заливаются жидкостью. Окрошку подают исключительно холодной. Используем мы сегодня рыбу, потому что живем на Великой Русской реке. Рыба у нас всегда есть в достатке. Но это еще вкусно и полезно. У нас сегодня щука и судак. Сначала варится рыбный бульон. Не забываем про репчатый лук, морковь и специи. Они придадут блюду насыщенный вкус и аромат. Ждем закипание. Закипит. Снимаем обязательно пену. Варим 20 минут. 30 максимум. Рыба готовится очень быстро. Добавляется огуречный рассол. Овощи и зелень мелко нарезаются. Очень важный момент наступает у нас. Мы делаем такую подготовку для окрошки, для ее ароматизации. В некоторых регионах эта штука называется затеруха. Нам понадобится пара яичных желтков. Не забудем положить хрен и горчицу. Все это тщательно перемешивается. И сюда же мы сейчас зеленуху. И вот здесь, наверное, уместно на этот лук дать немного соли, чтобы раскрыть этот аромат именно зеленого лука. Яйца нарезаются мелким кубиком, а бульон процеживается. Пришло время рыбы. Филе разделяется на кусочки и отваривается. Бульон закипел. Смело отправляем туда рыбу. Он соленый, со специями. Сейчас он рыбке придаст необходимый вкус, аромат. У окрошки есть свои секреты подачи. Для этого ту затеруху, которую мы делали, мы сейчас должны разбавить уже остывшим бульоном, чтобы наши вкусы все перемешались. Добавляем сначала немного, потому что потом будет трудно перемешать. В тарелку выкладывается смесь из овощей. Сверху немного затирухи. Ну а теперь немного остывшего бульона и холодный квас по вкусу. Приятного аппетита! Ксения Баканова, Валерий Майоров, Константин Головин. События.